Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня подведем тему о том, как выглядят дианеи в летний и зимний период. Их размеры очень сильно отличаются. Это пугает многих новичков. Подходя к зиме, они видят, что их растения теряют сильно хлопушки. Они чернеют, растения уменьшаются, скукоживаются. Но это вполне нормально. И я вам всё покажу, я вам всё расскажу на примерах моих растений. И я вас уверяю, что это вам внушит много уверенности в том, что с вашей дианечкой всё хорошо и не стоит беспокоиться. Вот одна из дианечек, которая представляет собой вообще очень такое маленькое растение на настоящий момент. Но смотрите, какая она была летом. Также вот дианечка Redliner, которая в зимний период имеет вот такой размер, как вы видите, по сравнению с моей рукой. Здесь несколько растений. А вот это вот её хлопушечки летние. Дианея фанга. Зимний её размер. Здесь несколько растений. И её, смотрите, размер летний. Она была огромнейшая. Ну, сейчас вот она такая вот маленькая. Ещё одна дианечка, которая имеет довольно-таки крупные хлопушки в зимний период. Но она уменьшилась в размере. Её листовая часть, этот листовой череночек уменьшился. И здесь вы можете видеть её размер в летний период. Смотрите. Вот это был один лист. Такая вот дианея, как Марс. Мне очень сильно нравится. У неё совсем странные хлопушки. Конечно, в зимний период она, как видите, выглядит совсем ужасно, печально. Не надо думать, что она умирает. Вот такая вот она в зимний период. Также Green Wizard. Шикарнейшая дианея. Оставила на зиму только три хлопушечки. И всё, и больше не длинница. Остальные все отмерли. И мои гигантские кудо, которые были огромнейшие. Как видите, по сравнению с моим пальцем, для кудо это размер просто ненормальный. Очень большая дианея. Я не знаю, почему она у меня такая растёт. Но вот такая вот она в моих теплицах. Как видите, у неё было очень много хлопушек, которые отмерли на зиму. Но резонка в хорошем очень состоянии. И самое главное, что вот точка роста с её парами хлопушечек в очень хорошем и сильном состоянии. А некоторые дианеи, как, например, вот эта дианея фондю, то есть растаявшая, вообще исчезает полностью. Оставляет только вот такой вот чёрный ковёр мёртвых хлопушек. Но при этом можно видеть, заметить здесь, что есть новые росточки. Эта дианея сильно прячется в зимний период, так как она боится очень холода. Так что каждой зимой происходит одна и та же картина. Она с шикарнейшей дианей превращается в вот такой ужасный чёрный ковёр. Вот в этом же горшочке точно такой же сорт. Вот таким образом она отличается от других растений. То есть у неё очень странная деформированная хлопушка. Не зря она называется талая. И растаявшая. Она отращивает и нормальные классические хлопушки, но даже некоторые классические. Всё равно видно на них странные зубчики. Также здесь вот бедняжка, как будто её кто-то покусал, но на самом деле она в очень хорошем состоянии. Даже не спряталась на зиму. Это говорит о том, чтобы она не почувствовала сильного холода. Так как у нас в этот раз зима не сильно холодная. И посмотрите здесь. Шикарнейший пример одной из дианей, которая вся сейчас чёрная. Но на самом деле, если приглянуться, внизу здесь её живые зелёные листики. А сверху все её летние листья почернели. И таким образом она образовала ковёр, которым она себя закрыла, укрыла от холодов, чтобы хорошо пережить зиму. Абсолютно не стоит беспокоиться, мои дорогие, если ваша дианейчка в зимний период теряет почти все свои хлопушки. Превращается в маленькое растение. Просто таким образом она защищается от холода. Самое главное это резома, которая находится в подземной части. Главное её здоровье, её хорошее состояние. Поэтому не заливайте слишком много, не пересушивайте сильно. Следите за тем, чтобы не появилось никаких грибковых заболеваний. И дерзайте, ждите весны. Она у вас начнёт расти, начнётся новый сезон. И превратится она у вас ещё в более большое, более шикарное растение. А я с вами прощаюсь. Давайте, мои дорогие, до следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok